МАЛЕНЬКИЕ МЕЧСТАТЕЛИ Свои впечатлениями в ходе моего первого кукольного мероприятия. Дело в том, что мы с семьей летали в августе в Москву, и так запало, что я попала на мероприятие «Долусток». Оно проходило 18 августа, и это было мое первое кукольное мероприятие за все 6 лет моего коллекционирования. Поэтому в этом видео мне бы хотелось поделиться своими впечатлениями и хотя бы просто показать немножко, какие там продавались товары, и что вообще представляет из себя это мероприятие. Для меня само это все было в новинку, мне было очень интересно разглядывать полочки мастеров, и я даже успела пофоткаться с некоторыми кукольными блогерами. А на перед началом этого ролика я хочу вас попросить поставить лайк этому видео и написать любой комментарий, ведь таким образом помогаете развитию канала, потому что YouTube сейчас в последнее время болеет, и именно ваша активность под видео помогает этому видео попадать в рекомендации к тем людям, которым оно может быть интересно. Поэтому я буду очень благодарна за вашу поддержку. Также у меня есть другие соцсети, в которые я дублирую свои видео, такие как Яндекс.Зен или моя группа ВКонтакте. Так что теперь вы можете смотреть мое видео там, где вам комфортнее, если у вас, допустим, зависает YouTube, как у многих сейчас. Кстати, в моей группе ВКонтакте сейчас проходит розыгрыш на Google to Brass, Сашу, и любой подписчик моей группы может принять счастье. Розыгрыш абсолютно бесплатный. Все ссылочки я оставлю вам под видео. И не забываем, что у меня есть телеграм-канал, в котором вы можете пообщаться, найти единомышленников, и узнать о выходе новых видео. Ну и, конечно, огромную благодарность я хочу выразить нашим действующим бустерам. Спасибо за вашу подписку и вашу поддержку. Итак, что же такое Dole Stock? Dole Stock это мероприятие для кукольных мастеров и кукольников. На этом мероприятии ты можешь как продать свои какие-то товары, которые ты изготавливаешь, либо своих бэушных куколок, которые тебя не прижили из коллекции, либо прийти и купить то, что тебе нравится. То есть та же самая миниатюра, отежда для кукол. Там, кстати, было очень много отежды для Integrity. Было много раритетных барбеек, но об этом я вам расскажу попозже, я вставлю нарезочку. И помимо покупки и продажи, была возможность встретиться с кукольными блогерами, которых там было много. Была возможность с ними пофотографироваться и, соответственно, найти единомышленника в купленном хобби. То есть вполне себе такое интересное мероприятие для каждого коллекционера. Я купила электронные билеты, еще будучи на Камчатке, когда только объявили о мероприятии, потому что подрасчитала, и как раз в это время мы должны были находиться в Москве. Я купила два билета себе и Ксюшке. Мероприятие начиналось в 12 часов и должно было длиться, по-моему, до 5 часов вечера. В это мероприятие входила встреча с кукольными блогерами и, по-моему, там еще было какое-то интервью. Честно, я не помню. Я делаю вставочку об анонсе мероприятия, чтобы вы смогли почитать. И причем за несколько дней до мероприятия я прочитала в группе о том, что люди, у которых не было электронный билет, которые хотели купить их по факту, должны приехать в 3 часа дня. Наверное, потому что было очень много народу. Как раз таки в день мероприятия я смотрела телеграм-канал и действительно отправляли фотографии, то, что выстрелась огромнейшая просто очередь желающих впасть на доусток гораздо раньше других. Но мы все равно с дочкой опоздали. Мы приехали в половине второго. Я не особо спешила, потому что к правилам таких мероприятий, когда происходит распродажа чего-то, собирается огромная толпа народу. То есть у меня не было какой-то конкретной цели что-то купить себе, бежать быстрее всех. Я хотела просто поприсутствовать на самом первом кукольном мероприятии и пофоткаться. И, конечно же, хотелось бы, чтобы это возможно найти среди кукольного, но я так и не нашла ни Монстряшек, ни Рэнбоу Хай. Монстряшки, конечно, были, но там были просто бешеные цельники. Но мы все-таки одну куколку купили по просьбе дочки. Я вам ее в конце видео покажу. А во-вторых, почему мы, собственно, опоздали? Потому что квартира, которую мы снимали, мы ее снимали на проспекте Вернадского, она находилась на расстоянии 13 станций метро. То есть мы добирались примерно на метро на 50 кольцевой. Фактически через всю Москву. Ну, половину Москвы мы точно проехали. Сейчас мы с вами быстренько пробежимся между столиками. Я вам покажу ассортимент, который был там, какие куклы продавались и что, собственно, там было интересного. А после этого в конце видео я уже выражу свое мнение, свои впечатления касательно моего первого кукольного мероприятия. Монстряшки там какие-то. Красивые куколки. Красота, поняшки. Ой, что это такое? Маленькое такое? Да, не более. Скульно. Аутхиты. Тоже поники. Да, она была теннисистка. Красота. Да, очень красивая. Наряды на куколах. Вау, замечательно. Такие миниатюры всякие разные, смотри. Они разбираются вот так. Можно менять. Можно заказать лицо такое. Нормальные куколки. Можно даже самим попробовать порасписывать. Красивые очень. Да, они такие классные. Вообще, они дискотенные такие. И они прям сейчас завоевывают все сердца. Красота. Вы сами рисуете, да? Здорово как. Блайзочки. Красота. Сколько одежды всякой разной для куколок. Да? Да, миниатюрные Барби. Очень красивые. Это пионерки. Пионерки, да. И пионерки. Вон. Ух ты, Малюбис Пенка. Хороший, еда менять можно есть. Еда? Где? Субы. Какая красивая. Хорошка. Касплейная гата-куколка. Хоппи-паркер. Хорошенький. 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 Хорошенький, а? Хорошенький, да? Смотри. Ага. Пистолеточка. Да. Нет, фокус ушел в дальний ряд. Тебе не жарко? Не жарко? Хочешь, можем выйти подышать воздухом. Шляпки миниатюрные. Красота. Красота тоже. Смотри так. Умно-таки. Красота какая. Красота. Там какие-то. Ух ты. Красота. Блемяшки старенькие. Интересно. Ой, пербит даже старенький. Ничего себе. Я помню, такие у нас блемяшки были. Они были побольше. Я такая, да. Слушай, я пишу, плотину, говорю. Плотину все-таки как бы, я не знаю, сказать, объект большой. Объект большой, да. Красота какая. Ну, это значит, косяк инструкторов на самом деле, что нету средений. Тераритет все. Ну, дорогой. Ага, это, по-моему, только первый этаж. Там, может, на втором что-то есть. Нет, нет, нет. Да не спешите, не спешите. Причепуримся. У нас тут еще подвеска. Запала куда-то. Хорошенькая, да. Ой, извините. Какие красоты. Где? Ой, смотри. Чибик. Это какой-то чибик или что это? Ужас. Сейчас мы отойдем. Отойдем. Пойдем. 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 Так, это у нас второй этаж. Внизу вернее. Ой, какая красота. Картины. Что там, бутылочки? А. Ты как красиво. Ну, пойдем посмотрим чибиков твоих. Всякие кукляхи, тела. Это БЖДшки? Это не, по-моему, не БЖДшки. Обычные тела для кукол. Это прикольные тела для кукол. Конечно, конечно. Надо загуглить, сколько они на Алиэкспрессе стоят. А мы здесь чего закупим. Да? Ну, она вот Бинтеги. Да. Бинтеги. Бинтеги. Красивая такая фигурка, да? Ты можешь прям в видео фоткать. А это что прикольная. Это из полипедии. Это из полипедии делают? Да. Да. Ну, спасибо. Сильные ножки с пальчиками. Баргаретки ножки с пальчиками. Мелочок тоже, чемоданчики. Спасибо. У меня сидел твень, а что-то не то. Думаю, надо колецом поставить. Такого цвета колецом, чтобы она прозвалась. Посадить на это тело не было. Тоже барвенчик. Тоже барвен. Клэшенка, которая... Барежка? Ух ты. Да. Сумикральность у меня была. Она такая нежная, у нее одежда, красивая. Вот, да что? Вот. Тут что интересного? А, там на крышке. Бижутерия для кукол. Поменим свистами? А, понятно. Без лога. Здравствуйте, красавец. И что? Ух ты, брат. Каренькая. Видосики, это одежда. Посмотрим. Сейчас мы там поснимаем сначала. Ну что ж, как видите, товары у мастеров были на любой вкус и цвет, то есть каждый мог себе что-нибудь найти. На самом мероприятии мы провели часа, наверное, полтора. Я за это время успела пофоткаться с кубовыми блогерами. Так сказать, с коллегами по кукольному хобби. Ксюшка тоже была на расхват, потому что она пришла в косплей. И девочки, волонтерши, которые были на мероприятии, с ней фотографировались. Потом просто подходили люди тоже с ней сфотографироваться. И ребенку было приятно. Она, конечно, немножко стеснялась, но ей было приятно. Не все меня узнали на мероприятии, но оно и понятно, потому что я большую часть видео снимала только свои ручки, распаковки. Но был такой момент, как раз я только пришла на веранду, ко мне подошла девочка и попросила сфотографироваться. Я честно растеялась, потому что я сначала подумала, что на меня всегда перепутала из блогера. А потом она сказала, я хочу сфотографироваться именно с вами. И показала мне лоунстар, куколку ОМГ. На ней был топик, который был сшит в моем мастер-классе. Мне было так приятно. Честно, я очень сильно удивилась. Я была безумно рада, потому что... Кто-то меня узнал? Ко мне подошел сфотографироваться. Мы с ним сфотографировались, и я ей вручила маленький подарочек. Потому что я из Камчатки все равно привозила с собой некоторые наряды, которые успела раздарить. Мне хотелось просто, если кто-то действительно меня узнает, вручить ему подарок, скажем так, привезенный, собственноручно, издалека. За 9000 километров. Это, скажем так, было мое прям сильное впечатление, приятное от этого мероприятия. Как обещала, покажу вам куколку, которую мы прикупили. Это вот такой вот чибик. Дочке они очень понравились на Долстоке. И она прям не отлипала, вот смотрела их, рассматривала. Потом попросила, мама, купи мне такую куколку. У нее были карманные деньги, плюс я ей добавила, и она себе покупила такую вот куколку. Она ей очень понравилась за счет того, что она шарнирная и анимешная. И дочь решила, что она будет их коллекционером. Также с девочкой, которая продала нам эту куколку, Ксюша обменялась ID. То есть купили не только куколку, но и нашли единомышленника. Потому что, как оказалось, девочка тоже активно играет в Genshin Impact. В целом, мои впечатления по поводу Долсток довольно смешанные. Мне, с одной стороны, понравилось там находиться, бродить между полочками, что-то искать, смотреть. Но я себе так ничего не нашла. Я надеялась найти Маргода Перлу. Возможно, кто-то ее продавал бы, я бы точно купила. Из монстряшек уже были только очень дорогие куклы старые, которые мне как-то не забудут. Из Лол ОНЖ я видела только Мисс Рояль. И единственное, по-моему, я видела одну иберяшку. Она стоила 700 рублей. Была со светлыми убитыми волосами. Я сначала думала ее взять. Потом походила. Думала, нужна она мне, не нужна. Когда уже решилась, что хочу ее купить, даже убитую. Вернулась, ее уже не было. Поэтому, как бы, я себе, собственно, ничего не купила. Ничего не нашла такого, чтобы мне понравилось. Это касательно покупок. А касательно общения с другими блогерами, скажем так, не получилось. Потому что вокруг них было очень много народу. С кем-то пообщаться я не успела. Да и просто я себя чувствую некомфортно в толпе незнакомых мне людей. Вот. Возможно, в следующий раз я буду как-то посмелее. Но, честно, вот подходить просто и встревать в беседу мне было некомфортно. Плюс там еще было очень жарко, очень душно. Мы с дочкой выходили перекусить в кафе. И как-то вот так получилось, что мы потом уехали. То есть я не стала оставаться на какие-то другие мероприятия. Потому что они, опять же, находились в помещении. И я переживала, что ребенку там будет жарко. Было масса впечатлений для меня. И я успела поснимать и контент, и пофотографироваться. Я так думаю, что для первого моего кукольного мероприятия было вполне себе много впечатлений. Хотя с Мариной Мьюзик мы довольно быстро нашли общий язык. Я написала ей после мероприятия желанием снять совместное видео. И она согласилась. Я просто решила, что нельзя упускать этот момент, пока я была в Москве. Ведь вряд ли ее когда-нибудь нанесет ко мне на Камчанку. И я так думаю, это не последняя моя поездка в Москву. Мы обязательно еще слетаем туда в отпуск. И это точно не последнее мое кукольное мероприятие. На этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. И не забывайте подписываться на мои соцсети, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok